Приветствую вас! Вы знаете, по вопросу предательства есть очень интересный аспект. Если вы действительно думаете о своём мужа, если вы действительно думаете о своём мужа, то, наверное, обязательно, чтобы он жил с женщиной, которая его любит, которая его ценит, которая его принимает, понимает, а для этого вам нужны определённые средства. То есть нужны определённые средства для того, чтобы принимать вашего мужа, чтобы любить его, чтобы делать его счастливым, чтобы давать ему ту обратную связь, которой он нуждается. И если вы хотите другого мужчину, как вы говорите, то вряд ли вы сможете дать человеку то, в чём он нуждается, то, чего он хочет. чтобы своему мужу. И вряд ли на самом деле у вас два. Либо понять, почему вы захотели вот этого вот мужчину, которому 25 лет, да, почему вы захотели, чем он вас привлекает. Вот, и, соответственно, чего вам не хватает в отношениях со своим мужем, мужем, вот. Ну вот, в отношениях со своим мужем, да, чего-то вам не хватает, раз вы захотели этого мужчину. И поработать над этим, чтобы, возможно, ваш муж что-то подкорректировал, возможно, что-то ещё сделал, возможно, вы что-то сделали там и так далее. То есть, понимаете, женщина очень редко хочет только чисто секса. Потому что для женщины, да, для женщины секс это всегда эмоции, секс это всегда ощущения. Вот. И, получается, вам каких-то ощущений в отношениях с мужем вашим не хватает. Получается, что вам чего-то от мужа не хватает. Ну, это, опять же, деталь, да, то есть, тут нужно разбираться. Есть ещё и другой вариант, да, есть ещё другой вариант. Что вы, вот, поймёте, что предательство по отношению к вашему мужу, предательством по отношению к вашему мужу является то, что вы, ну, не ведёте себя с ним, скажем так, полноценно. Вот. Именно из-за того, что вы хотите другому мужчину. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш муж был счастлив, то, что вам нужно сделать, это переспать таки с этим мужчиной. Если вы не хотите работать над собой, над отношениями с мужем, переспите с этим мужчиной. Получите то, что вам хочется и живите со своим мужем дальше. Вот. Вот и всё. Потому что, если вы удовлетворите свои желания, вот, то это не будет предательством по отношению к мужу. Ещё раз повторю, предательством по отношению к мужу является то, что вы с ним не являетесь собой, да, что вы с ним не искренне, что вы, ну, скажем так, загружены, да, что вы, там, например, думаете о другом, допустим, это я так утрирую. Вот. То есть, именно думаете. То есть, ну, вы захотели, да, ну, захотели, сделали, и всё. Понимаете, если он вас любит, если он вас именно любит, то при условии, что вы не хотите работать над собой и не осознаёте того, что то, что с вами происходит, это следствие негармоничных отношений в вашей семье с мужем. Вот. Он поймёт, если вы, вот, считаете, ну, если вы считаете, что, как бы, работать над собой, да, и над своими отношениями не нужно, не нужно. Вот. 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 Вот такая примерная история. Вот. Так что здесь вот тоже я могу вам сказать, всё, по сути, вариантов больше нет. Вот. Для вас, по крайней мере, вариантов больше нет. Вот. Вопрос предательства нужно разбирать несколько более детально, так же хочу обратить ваше внимание на то, что все ваши мужчины достаточно сильно вас наложат. И это, как правило, следствие того, что в детстве у вас не всё гладко было в отношениях с родителями. Вот. Обратите, пожалуйста, на это внимание. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.